всем огромный привет добро пожаловать на мой канал я бы сказала всем физкульт привет наш любимый снег я не могу я так уже хочу лето девочки я уже хочу ковыряться в огороде они ковырять этот снег в общем снова у нас идет снег как вы видите я чищу он все еще идет 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 и идет и идет и идет в общем немножечко почистила хотя бы крыльцо снег тяжелый мокрый тяжело его очень чистить но я совсем чуток решила как-то внести свой вклад так сказать в чистый двор не знаю в общем очень он тяжелый и в общем сколько убрала столько за этот же день еще и нападала здесь так что без толку я убирала но все равно хотя бы немножко почистила я уже накормила своих всех питомцев домашние мои все разъехались в общем моя как всегда все нужно прибрать убрать сложить посудомойку сама тоже уже позавтракала я уже тоже сходила в душ после того как почистила снег небольшая такая уборка у меня вообще я все время что-то где-то убираю что-то постоянно на постоянной основе чтобы у меня это у меня собаки трясут стол с камерой вот и постоянно поддерживающая уборка у меня потому что генеральный дом я уже говорил об этом много раз это просто что-то с чем-то это невозможно делать вот так что убираюсь я когда убираюсь как вы видите тут тоже все находится вдруг я начну готовить готовить вдруг я достану мясо вот они не в курсе так что поэтому все мои где-то здесь в пределах кухни постоянно находятся вона он тоже со мной лежит в общем понемножечку убираюсь вот леофан там лазит кстати я положила туда камушки вот эти и он больше не копает он просто по ним ходит но благо не копает и не используют эти два кашпо в качестве лотка слава богу потому что из-за этого у меня конечно гибли мои драценки но вроде ничего сейчас они уже восстанавливаются так что все хорошо но вот камушки помогли я просто потом не такие тяжелые туда летом найду и туда положу скотч как я говорила не подходит у меня вот эта вся шерсть от боны она там липнет бону приходится чем-то и нужно обязательно понюхать что мама там наделала натворила вот поэтому скотч для меня это вообще не варианта вот так что там джузька мимо пробегала еще ко мне сейчас приехал курьер сделала большой заказ на петшопе у них там периодически бывает распродажи и я затариваю люблю вообще когда мне запасы для моих до моих сосульчик тоже да вот моя сладкая девочка у тебя еду привезли докажи вот такая вот такая вот у меня закупка да я в основном я всех в основном кормлю роял канином это я купила сухой корм своей маленькой собачки у старшей у меня пока есть в бон очки да я покупаю 4 килограмма на очень долго есть такой корм она вообще него не особо уважает в принципе сухой корм какой-либо марки поэтому в общем нам надолго хватает но все-таки езда купила вот эти банки они были на акции я их уже покупала и не раз они хорошие но по крайней мере нам нравится девчонки мои вообще с удовольствием едят поэтому я тут закупила аж много-много-много вот они большие я открываем на завтрак на обед в общем на завтрак обед ну в общем вот это бон очки джуси это моим старичкам у них еще просто есть они у меня один пакетик на двоих а то и на два дня им хватает ну в общем они не особо не снова низкую корм жуют а это леофану купила сразу две упаковки потому что я же с декабря никак не могла найти для котят майку на вот нашла наконец-таки а точнее появился в наличии вот и на петшопе все-таки у меня получается выходит дешевле я во первых эти бонусы спасибо от сбербанк плюс еще бонусы заказа получаю плюс еще распродажи и в итоге мне получается очень недорого по сравнению с озоном с другими магазинами я имею ввиду да вот есть товары для животных тот же вальберис получается вот это все дороже там я поэтому беру на петшопе плюс они мне привозят и заносят прямо в дом за что им огромное спасибо в общем буду сейчас еще разберу разложу им все это у меня все в кладовке хранится вот так что запасы сделала рада очень потому что я люблю когда у меня есть запасы когда начинает заканчиваться я быстренько заказываю ну конечно же каждое утро у меня стирка практически каждое утро я стираю или даже бывает на ночь ставлю машинку нос отложенным стартом вот и утром потом обязательно ну то есть стирка у меня на постоянной основе постоянно что-то я стираю параллельно я когда занимаюсь домашними делами я уже говорила я слушаю аудиокниги сейчас я слушаю олег рой домовой кстати очень прикольно мне кажется я даже фильм наверное на основе этой книги смотрела но прикольно тоже пишет слушаю что-то такое легкое чтобы меня не отвлекало чтобы просто было ну что-то легкое интересное и при этом домашние дела как-то проходили веселее иногда включаю музыку какой-нибудь радио могу включить телек не включаю потому что опять же телевизор находится в одной комнате да мне надо перемещаться из комнаты в комнату поэтому там в общем развешиваю белье потом надо будет еще разобрать то которое с предыдущего дня высохла у меня в общем этот круговорот белья он меня уже не знаю тоже но я как-то привыкла наверное уже да вот меня аудиокниги или какие-то фильмы или какой-то может быть сериал очень очень спасают немножко прилегла на диванчик и у меня волосы я извиняюсь за свой вид я просто помыла первых мне надо покрасить волосы во вторых помыла и в общем они мне мешают короче хвост делать не хочу потому что мне нужно сегодня ехать отвозить младшего на дополнительные занятия в школу в общем потом старшего забирать будет у меня тогда вообще еще хуже короче замуж завью быстренько плойкой в общем лежу читаю комментарии и мне последнее время вообще часто пишут о том что у меня все домашние дружные имеется ввиду хвостатики самом деле это не так ну точнее сильных драк у меня в доме нет вот прям чтобы драки драки прям кровь такого нет конечно но вот это вот мадам которого там час лежит до мадам хорошее да она часто устраивает такие знаете как бы с банту и то есть она их всех вот так вот они все дружные потому что у всех такие спокойные характеры волны потому что она уже в возрасте у кошки тоже вот тоже ему же знаете им уже понятен этот мир и больше не интересен в общем что-то этой серии вот в принципе такой ну такой тоже вот для фанда такой ну не сильно там прям сильно бегать слегка флегматичный я бы так это назвала вот и джуси она единственная в доме кто-то постоянно что бегает что-то куда-то и надо знаете она такая и она периодически среди вот всех вот остальных животных наводит какой-то сабантуй например вот у него было тот недавно она решила что завтракать будет только она одна и она пыталась с кухни пока я накладываю еду прогнать всех остальных животных закончилось все это тем что он и не он рычала бона и в общем она перестала это делать я тоже на нее и ругаюсь прикрикиваю иногда потому что она перегибает палку и за котами тоже на периодически она начинает если кот идет она начинает к нему подбегать пытаться его схватить но не кусить а просто схватить любой но там кошка каспер или леофан там неважно вот они начинают от нее убегать и она слоем за ними бежит вот то есть вот такие вот тем она тоже иногда делает я ее конечно стараюсь и останавливать и ругать за этом вот но как говорит мой старший сын и в этом есть доля правды нет точнее я бы сказал что это наверно вся правда всю правду про меня говорит что во всем виновата я потому что я слишком всех люблю и слишком всех жалею в особенности ее джусью то есть я слишком с ней сюсюку слишком ей позволяю многого и поэтому она себя так ведет потому что она считает себя маменькиной любименькой самой любименькой и поэтому она может делать все что она хочет это мнение моего старшего сына вот я думаю что в этом есть доля правды не доля правды я боюсь что это и есть правда девочки вот хотя я все со всеми сюсюку просто коты как бы они как бы бонни как бы бота она ну щу 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 и как бы иди отсюда главное не мешай мне то есть она вот она в своем мире бон у меня живет и бона живет по ему расписанию и не дай боже ты его нарушишь ты будешь вообще последней женщиной в мире это про меня если я его ну то есть не кормлю по расписанию то если там задерживаюсь не дай бог вот а если я покормлю раньше то она ровно в 6 часов начнет просить снова еду потому что у нее все по расписанию то же самое прогулки не стал перестала любить ходить новыми маршрутами то есть вот один и тот же маршрут у него должен быть она идет по одному и ей все равно что все сворачивать другую сторону она идет и идет и будет тянуть за собой всех и типа что за фигня такая вообще все на вот такая стала у нас ворчу не вода может поворчать даже такая вот то как бы и ну и она тоже любит когда я там глажу учёсываю там как-то что-то с ней дело но как-то она все равно она от этого не становится найти более вредный такой вот джуси есть у нее такая история что она чем больше я ее там целу кую везде тем более вредная она становится так что все такие конфликты есть но просто они не доходят от драки у нас кто-то отступает кто умнее обычно ну или я я там раз это чаще джуси ругая просто и все вот как-то так сонное после обеденное царство постоянно вот так спит пузом кверху поел и дрыхнет тут на кровати вот так вот а еще у них с каспером борьба кто будет спать на кровати леофан или каспер а вот и каспер до касперюша вот эти смотреть типа как так это мое местечко каспера бы что вот там спит каспер что делать будешь непонятно дрыхнет там на моем месте любимым да моё скажи несчастный код да кто несчастный код у меня красавчик чё коты они дрыхнут сутками напролёт на касперюши доложись тут ложись рядышком рядышком ложись и все вот так и живут все эти ушел обиделся да место твое заняли ушел да почему каспере на место занял это его местечко тут он спит они ты разбудил меня да и буду готовить ужин вот поэтому у меня и караулят все мои животные потому что знаю что я могу что-то достать и начать готовить здесь у меня филе бедра которые покупала в метро очень хорошее мясо свежая у меня вообще к нему никаких претензий нет мне очень нравится я буду его тушить с фасолью и с луком и добавлю у меня томатной пасты правда осталось немного но в общем я и добавлю потушу с гарниром будет у нас может добавляя специи ставлю обжариваться вот такая у меня фасоль лентовская давно уже лежит и нарезаю лучок можно сюда кто любит морковь морковь но муж у меня не любит поэтому у меня просто лук так ну что вот такой ужин у меня получился вот здесь вот курочка с лучком немножко остатки томатной пасты положила я бы побольше добавил ну как то есть немножко специи хорошо бы сюда еще да что-нибудь зеленушечку бы какой-нибудь но у меня ничего нету я сейчас поеду магазин наверное поеду магазин у меня сын хочет постричься может пора стричься вот если мы пойдем стричься то магазин уже не заскочу и к этому делу всему я сварила гречку что-то захотелось не знаю что с моим будут вот ну в общем с гречкой буду у нас сегодня вот такой ужин в общем а я поскакала за своими сыночками ничего не меняется я их правда сейчас покормила что мы приехали уже домой время на самом деле восемь часов я их уже успела накормить то думаю хорошие вот зашли мы все-таки еще магазин то есть успели не только посричься но и зайти магазин вот завтра же 23 февраля я буду готовить вкусности всякие вот но здесь всякие вкусности и купили вот купили вот такой на самом деле я редко покупаю обычно сама молоко и какао смешиваю и даем но что-то вот мальчишка у меня захотелось с мальчишками зашла поэтому купили вот такую штуку на завтра же 23 февраля можно можно все купила горошек буду делать салат оливье вот такой заходили магазин называется верный у нас там недалеко было по акции горбуша вот такая я решила взять но может какой-то рыбный салатик мужу сделала вот она завтра взяла еще такие оливки без косточки у меня кстати аллергия на вот такие оливки оливковое масло нормально а вот такие баночные оливки я начинаю чесаться вся вот так что я их не ем но очень люблю так дальше еще купила два салатика я вот в этот салатик завернул сыр с чесноком и зеленью такие рулетики мне очень нравятся моим мужчинам лук там был очень плохой ну я имею ввиду перышки да вот эти вот поэтому я взяла только укроп хотя укроп тоже такой же но я его завтра весь наверное использую вот такие еще напитки они мне взяли такие вкусные вот очень они любят у меня все мужчины вот это вот все я не очень еще взяла два вот таких огурца огурцы прям такие большие длинные хорошие вот кетчуп и еще взяла майонез хотела сметанный майонез на том сметанного майонеза не было вообще с майонезами там какая-то беда была вот взяла вот такой печагин не знаю первый раз такую марку беру два батона взяла потому что хочу вам еще эти ну канапы какие-нибудь или у меня еще икра есть может бутербродики с икрой сделаю в общем дела два батона взяла вот такой хлеб кстати он очень вкусный вот этот хлеб фазер называется энергия здоровья очень классный здесь еще докторскую колбаску меня еще в холодильнике есть колбаса поэтому я докупила чтобы не на оливье жку буду немножко делать еще завтра буду делать пиццу поэтому взяла вот такую моцареллу правда написано для бутербродов но я ее использую на пиццу ничего страшного да она все равно расплавится еще докупила сыр у меня есть но я еще взяла вот такой российский полутвердый фасон и тоже пиццу потру или не знаю или вот сюда в рулетик у меня сейчас сыр уйдет завтра весь еще купили виноград он по 190 рублей но такой прям хороший виноград видите вот такой вот и вот такие орешки кстати мы там не первый раз берем вот этот вот этот арахис васаби и это у нас 4 сыра очень вкусная не вот прям вообще обалденные но говорят что они полезные и калорийные мне очень нравится вот эти васаби несмотря на то что они острые но они очень вкусные так что вот такая вот у нас была еще покупка завтра будем готовить и я только сейчас подумала что я же опубликую влог завтра уже завтра у нас 23 февраля поэтому хочу поздравить я не засмотрит меня мужчины или нет вообще у меня по статистике в районе 10 процентов меня смотрят мужчины но это могут быть женщины с аккаунтов с мужских аккаунтов да там допустим зарегистрирован там муж или еще кто-то и меня смотрят а youtube как бы воспринимает это как как будто меня смотрит мужчина если мужчина если вы меня смотрите напишите пожалуйста мне кстати очень даже интересно действительно меня кто-то смотрит или все таки сто процентов у меня одни женщины ну вот буду ждать ваших комментариев и хочу поздравить вас с 23 февраля пожелать вам всего всего самого лучшего и девочки которые меня смотрят ваших мужей тоже хочу поздравить 23 февраля пусть все у вас будет отлично и мирного неба над головой это самое главное вот мы кстати ходим все время стричься вот мальчишки я вожу в одно и то же место я хотела там поснимать но сын увидел точнее я поснимала сын увидела и в общем за возмущался клумал я там сижу весь такой это меня там короче там все время стрижет у нас один мужчина он разговаривает с акцентом я не знаю кто но мне кажется что я вообще не разбираюсь да вот кто принадлежит почему мне кажется что он армянин я не знаю я могу ошибаться я даже не знаю ну как-то алип или как-то так его зовут ну как-то в общем он так классно стрижет и знаете вот смотришь на него очень интересно за ним наблюдать как вот он работает потому что человек вот прям видно любит свое дело он настолько классно стрижет к нему ходят вот я так понимаю с этой школы почти вся молодежь вот мы пока сидели там зашли три парня к нему такие лет 15-16 наверно пришли стричься и он прямо стрижет такой весь прямо весь в процессе такой классный вообще вот я навсегда чего и оставляю потому что он просто классный классно стрижет волос потом очень хорошо лежат в общем вообще молодец вот магазин верный у нас рядом со школы вот рядом с моим домом у нас поселке пятерочки нет у нас там дальше есть магазин магнит но он такой на него это моя джусси на него очень сильно жалуется что там просроченные продукты и многие туда не ходят вот я в том числе потому что он такой дурацкий магазин вот и рядом со школы нас есть магазин верный и пятерочка так вот я все время захожу верный потому что магазине пятерочка покупаешь молоко она просроченная или осталось один-два дня до окончания срока годности так там во всем и творог и сметаны все остальное один-два дня до окончания срока годности то есть свежего практически ничего нет я как-то купила там хлеб в пятерочке он мне оказалось принесла в нарезке вот такого раскрываешь а внутри с плесенью вообще много там таких тем я в пятерочку общая у нас наверное есть где-то в питере хорошие пятерочки от не просто пишут что там по акциям по акциям но вот в моем районе я как вы считаете нахожусь приморском ну как бы обитаюсь до я хожу то в приморском районе ну я не видела хороших пятерочку общему поэтому захожу верный верный более или менее но там очень маленький ассортимент хотела купить большую колбасу ее не было хотела там сметанный майонез его не было в общем много чего хотела и этого нет лука тоже лук там не очень такой хорош лежал в общем как то так в общем еще раз поздравляю с 23 февраля всего самого наилучшего всех мужчин и девочки ваших мужей ваших мужчин тоже поздравляю с 23 февраля вот так что мне сегодня же буду с вами прощаться я надеюсь что вам понравилось такое видео он был для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал кто еще не подписан всех люблю целую до новых встреч